Один товарищ называет меня лучшей девушкой Москвы и московской области. Он дурак. Вы лучшая девушка в СССР. В конце 60-х Татьяна Доронина совершила тихую революцию в СССР, разбив сердца целому поколению своим странным с хрипотцой голосом, огромными глазами, какой-то неземной красотой. Будто я на парусах. Совершенно потрясающе пенная внешность. Таня, как будто вышла из пены. Она фантастическая, привлекательная. Ну, что вы говорите, все девушки, все прически носили под Доронину. Эта жена сказала, ты влюбился. Я сказал, да. От каждого поворота головы, каждого жеста актрисы исходила такая эротика, какой раньше не было в советском кино. Ты почему меня на вокзале подхвластил? Другие не брали. Чемодан твой приглянулся. Женственную блондинку тут же назвали русской Мэрилин Монро. Хотя сравнение явно хромам. По таланту Доронина была на порядок выше голливудской дивы. Ну, эта боженька-то дал все, что только можно. Такие рождаются раз в 200-300 лет. Почему же она так мало снималась в кино и раз за разом уходила из прославленных театров, где была главной звездой? На коленях умоляла. Татьяна Васильевна, останьтесь, не уходите. Из-за чего с актрисой опасались работать режиссеры? Почему рабили коллеги и даже ее мужья? Да, побаивался он Таню. Он жил как на вулкане. Он даже не знал, когда она ему достаёт ставку. И чем она пожертвовала, сохраняя свои принципы? Это был тот редкий случай, когда, выходя из кинотеатра, люди снова выстраивались в кассы, чтобы попасть на следующий сеанс. Фильм Георгия Натансона «Еще раз про любовь» казалось бы, неторопливый и без всяких спецэффектов не отпускал. Тебя люблю. Ты мой. Мы с Сашей ходили, гуляли, висели огромные вот эти плакаты. Их с Таней. Ну, Таня ещё до этого была, до этого фильма, популярность и любовь к ней. Ну, и она была просто недосягаема Таня. Она была действительно, она была номер один. А ведь когда-то считалось, что она вообще не подходит для экрана. Слишком нестандартна и театральна. Я видела людей, которые говорили, я её терпеть не могу. Это её придыхание. Да, говорили, что она на любителя. Да, у неё какая-то странная манера. Первым, кто понял, что эту редкую индивидуальность нельзя ломать, подстраивая под стандарты кино, был как раз Натансон. Их первой совместной работой стал фильм «Старшая сестра» по пьесе Александра Володина. Хотя режиссёра поначалу активно отговаривали. Он понял, что это будет бомба, что это будет хит. И ему никто не верил. Понимаете, ему не верило в министерстве. Его высмеяли и оплевали на Мосфильме. Но труднее всего оказалось тогда уговорить саму Татьяну Васильевну. Она согласилась. А дальше она начала маленькими глоточками пить из него кровь. Когда уже было отснято полфильма, актриса изъявила желание посмотреть рабочий материал и в итоге сказала, что всё это никуда не годится. Съёмки остановились. Как режиссёр не пытался её переубедить, бесполезно. Единственное, на что Дарунина была готова пойти, это показать отснятые кадры людям, которым она доверяет. На просмотр пришли драматург Эдвард Тародзинский и его мама. Вы любите театр? Я хочу спросить. Вы любите театр? Как люблю его я? То есть, всеми силами души вашей. Таня, это гениально, прозвучал вердикт. Только после этого актриса согласилась продолжить работу. На танцор закусил губы до крови. И знаете, как сейчас говорят, улыбаемся и машем. И всю картину улыбался и махал, чтобы она не вытворяла. Её неординарность педагоги заметили рано. В знаменитую школу-студию МХАТ Таня легко прошла по конкурсу ещё после восьмого класса. И только при зачислении обнаружилось, у фантастической девочки из Ленинграда нет аттестата зрелости. Чем обалдала? Да ничем. Понимаете, вот в этом вся история. Она была абсолютно естественна. Сама она верила, что её обязательно примут. Ведь если признают талант, то он важнее правил. Возьмите меня. Не надо мне денег. Я так буду играть. Правила тогда оказались важнее. Но через два года она вернулась, чтобы снова и снова их нарушать. Вот на моей памяти единственная история, когда студентка театрального института поскандалила с обслуживающим персоналом, которые принесли ей не тот костюм, сделали не тот грим. Она вскочила и, как рассказывать, надавала пощёчим. После этого случая на комсомольском собрании в школе-студии Татьяну осудили за примадонство. Один из однокурсников Дорониной так и сказал. Да посмотрите, она даже в массовке выходит, задрав нос. Всем казалось, какие-то дворянские крови. Там ведь что-то такое, чего она не договаривает. Никаких голубых кровей у неё, конечно, не было. А в Ленинград её родители переехали из Ярославской деревни. Отец происходил из староверов, работал всю жизнь поваром. Мама в последние годы служила билетёром. Много лет спустя актриса с улыбкой расскажет, как принесла отцу журнал, где впервые опубликовали её фотографию. Его необыкновенные глаза наполнились слезами. Он сразу застеснялся, посмотрел на эту фотографию и через паузу сказал спасибо партии правительства. Он очень долго искал, как сказать и кого поблагодарить. Силу и уверенность в себе девушке приносило ощущение, что ей многое дано свыше. Когда девчонка, никто и звать никак, уже ощущает себя богиней полудеревенской, ну, ленинградской, конечно, но из простецкой деревенской семьи. Это не просто так. Я сто лет преподаю, пчуки, да, и сколько у меня прошло пустых и замечательных студентов. Но это всё навыки, ремесло и так далее, и так далее, что прививается. А когда оттуда... Конечно, она раздражала. И талантом, и своим въедливым отношением к делу. И даже тем, что красавица. Причём красавица естественная, не подгоняющая себя под голливудские стандарты. Мужчины интуитивно считывали её женственность и буквально сворачивали голову вслед. Я однажды ехал с ней в лифте. Вот весь лифт был заполнен её ароматом. Я имею в виду не духи, а ароматом женщины. Я, знаете, испытывал даже какое-то, ну, я не знаю, неудобство, что ли. Почему так волнуюсь? Какую-то мужскую такую стеснительность, что я рядом, так близко стою с этой женщиной. Она была привлекательна ещё и с точки зрения сексуальности. Тогда не было понятия. Всё так стеснялись. Слово эротика, но Доронина чистой воды сексимул. И более того, я знаю многих зрителей, конечно, мужчин, прежде всего, которые по нескольку раз приходили на картины и старались иногда прийти без жён. Потому что они испытывали какие-то эмоции, которые, ну, не хотелось бы показать своим половинам. Неудивительно, что когда Доронина заканчивала школу-студию, мхатовские актрисы заволновались не на шутку. И легли, что называется, костьми на её пути. Появление такой индивидуальности, как Доронина, вы думаете, что она вызывала положительные эмоции у женской части труппы? Да ни в коем случае. Всё это наоборот. Каждый срыв, каждая даже не то, что неудача, а каждая вот эта вот мелочь, которая происходила, досады, допустим, она, конечно, вызывала радость. Против неё интрига плелась год. То есть они заранее предвидели, что её захотят оставить. И они сделали всё, чтобы её и в Александринку не пустили, мхатовские старухи. Её нужно было законопатить куда-нибудь в дыру, чтобы слуху и духу не было. В итоге лучшей выпускнице места во Мхате не нашлось. Вместе с молодым мужем Олегом Василашвили её отправили подальше от обеих столиц. И мама всё время говорила, что навредят тебе. Ты смотри уж, тебе очень навредят. Татка, ты ни с кем не спорь. Что они захотят с тобой, то и сделают. Вырваться из провинциального театра на столичную сцену было тогда сродни чуду. Но она верила, талант важнее правил. И уже через два года играла в знаменитом ленинградском БДТ. Мало того, очень скоро из Москвы в Ленинград стали ездить театралы специально, чтобы посмотреть спектакли сторонним. Я учился в театральном училище имени Щепкин здесь, в Москве. И однажды молодой педагог Соломин, он был такой человек амбициозный, вам надо поехать туда и посмотреть эту актрису Доронину. И мы посмотрели этот спектакль. На меня она произвела сильное впечатление. Эта жена сказала, ты влюбился. Я сказал, да. Молодые супруги Александр Лазарев и Светлана Немоляева вообще старались попасть в БДТ на каждую премьеру. Мы были, так сказать, не самые богатые люди на свете, молодые артисты. То мы все равно брали билеты на стрелу и ездили, так сказать, в Питер на премьеру. Поэтому Таня Доронина, она была очень известна как прима, так сказать, театра Товстоногова и любимая его актриса. И когда Лазарева вдруг утвердили партнером с самой Дорониной в картину «Еще раз про любовь», артист вместе с радостью испытал немалый мандраж. Почему вы улыбаетесь? Так. Просто так. Просто так. Я не люблю, когда так улыбаются. Роль физика Евдокимова, кстати, очень хотел играть Владимир Высоцкий. На пробах Высоцкий даже попросил режиссера снимать его в ботинках с каблуком, чтобы рядом с Татьяной выглядеть повыше роста. Но пара смотрелась все равно не слишком гармонично. И выбрали Лазарева, который в ту пору был мало кому известен. Да, побаивался он Таню. Потому что у Тани, ну как говорится, непростой характер. Она не просто так располагает к себе. Или с ней, может быть, и сложно, и непросто. Как это может быть непросто, случай не заставил себя ждать. В архиве мосфильма сохранилась редкая фотография, момент встречи главных героев на аэродроме. Позже эту сцену переснимут иначе, и шелковый платок, сползающий с головы Дорониной во время поцелуя, в фильме больше не появится. Но съемочная группа запомнит его надолго. Семали эпизоды. Я, значит, Сашка Лазарев и Танечка. Ой, братцы, как хорошо, что я к вам пришел, правда? И вот все, эта съемка, она говорит, платочек у меня такой. В поисках этого платочка костюмеры перерыли тогда все закрома мосфильма. Нашли очень похожий. Точно такой платочек. Хотелось бы тот платочек. Свет, это все, звук. А где Доронина? Уехала. Как уехала? Почему не тот платочек? Серьезно, ты шизофреничка? Знаешь что? Я на тебя не обижаюсь. Просто, наверное, тебе это очень трудно понять. Это не потому, что она капризничала, а потому, что она с ним снималась, она привыкла. Она считает, что это атрибут профессионального подхода. Особое напряжение у Александра Лазарева вызывала предстоящая постельная сцена. По нынешним временам, конечно, очень скромная. Я тебя люблю. Ты меня любишь. Да. Но дело-то ведь не в том, сколько показано, а что происходит внутри, какие у нее глаза, как она дышит. Актер, возможно, от зажима, категорически отказался снимать одежду и, несмотря на увещевание Натансона, лег рядом с партнершей, до подбородка натянув на себя одеяло. Она была от природы очень стеснительная. Поэтому он сказал, что не буду я раздеваться и все. Но даже в таком виде сцена вызвала фурор. Героиня Дорониной, которая, оставшись у мужчины в первый вечер знакомства, первая объяснилась ему в любви и смущала советских зрителей. И откровенно восхищала. Я думаю, что самое главное, что тогда сшибало на Павел, это ее абсолютная свобода. Доронина была свободна и как актриса, и как героиня, то есть женщина. Она действительно ошеломляла, она действительно покоряла. При этом была свободна, никогда не навязывалась и отпускала мужчин. Если я для него развлечения, я уйду. Тогда это была не советская ментальность. Все-таки советские женщины любят привязать. Сама она никогда не удерживала мужчин. Это они, чтобы добиться ее внимания, выстраивались в очередь. Но каждый, кто женился на ней, автоматически переходил в разряд мужа Дорониной, несмотря на все собственные достоинства. А с этим мало кто мог смириться. Мужья потрясающие. Что один, что второй, что третий. У нее было все замечательно. Но с ней было тяжело быть долго. Просто люди уставали, потому что она все время в такой энергетике, что от нее кто-то подзаряжался, а кто-то, наоборот, начинал, знаете, так гаснуть. Вы знаете, расставание определяла я. И не собиралась возвращаться. Ни в коем случае не жалела. Надо сказать, что как только Доронина их покидала, этих мужей, у них, у всех случался расцвет. Басилашвили единственный набрался мужества в свое время сказать про это. С моих плеч как будто гнет упал. Гнет не было для одного единственного человека. В мире, в истории для Гоги. Потому что Гога сам был гений. Гога, главный режиссер Большого драматического театра Георгий Товстоногов, почувствовал масштаб ее таланта с первых репетиций спектакля «Варвары», где она сыграла Надежду Монахову и поддержал в молодой актрисе ее ощущение собственной божественности. Товстоногов ее научил самой главной театральной науке. Режиссер должен быть в тебя влюблен. И тогда все получит. Потом даже скажут, он этим ее разбаловал. Но те, кому посчастливилось увидеть на сцене варваров, повторяют, в нее нельзя было не влюбиться. А спектакль до сих пор сильнейшее впечатление в их жизни. Сергей Николаевич, Надя, вы можете любить как юноша, вам же 50 лет. Я не спал, наверное, два дня подряд, потому что что-то такого необыкновения я никогда в жизни не видел. Через несколько лет ее игра потрясет уже короля английской сцены Лоуренса Оливье. Знаменитый англичанин во время путешествия по Советскому Союзу увидит спектакль с Дорониной и так расчувствуется, что подарит ей кольцо с сияющим голубым камнем и поцелует ей обе руки. Его восторженный спич переводчица переведет кратко. Сэр Лоуренс Оливье обручился с вами. Это актерское обручение. Потом они встретятся еще раз уже в Лондоне. Вы не представляете, как мы были на гастроли в 66-м году. И он нас пригласил на свой спектакль. И он в антракте пригласил нас кофе попить. Если бы знал, как он смотрел на Доронину, это фантастика. Он просто влюбился в меня. По-настоящему. Всякие наши помощники стояли. Боялись, мало ли что может приключиться. Но ЧП приключилось не в Лондоне, а в Ленинграде в том же 66-м году. Татьяна Доронина, единственная, кому Товстоногов, царь и бог БДТ позволял царить в своем театре, от него ушла. Это была настоящая драма. Она когда ушла из театра, Гога труппу собрал и сказал, если у вас у кого-нибудь возникли иллюзии, что теперь место Дорониной вакантное и можно на него претендовать, так и нет, оно вакантно, а претендовать на него нельзя. Сказал он театру, где уже звезда с звездой уговорила. Жалеет ли Татьяна Васильевна о том решении, знает только она сама. Формально актриса уехала в Москву к драматургу Эдварду Радзинскому. Это по его известной пьесе был снят фильм «Еще раз про любовь». Правда, он утверждает, что главным для нее всегда оставался театр. А МХАТ, куда ее позвала министр культуры Фурцева, был мечтой Дорониной еще со студенческих лет. Но МХАТ переживал не лучшие свои времена. Ее переход из Питера в Москву, где все же. Тут же тоже сухопутных акул. Вот. А потом из театра в театр. Это было очень-очень непросто. И там было рубцов достаточное количество. Потому что она сильный человек. Отчасти тогда спасала кино. Она всегда считала его вторичным занятием. Но именно фильмы принесли актрисе любовь миллионов поклонников. По итогам опросов читателей, журнал «Советский экран» трижды признавал Доронину актрисой года. Кино, вы посмотрите, она заняла такую нишу женскую, что просто перекрыла и убрала огромное количество актрис, которые, ну, наверное, были иногда даже и популярнее, но верили Дорониной. Ее роль Нюры в фильме «Тритополи на плющихе» режиссера Татьяны Леозновой и сейчас – одна из самых любимых у российских зрителей. Многие помнят в деталях чуть ли не каждый эпизод. Даже уже начиная с того, как она сидела, смешно так у нее стояли, лежали, ноги на телеге. Два парня хороших. Это был вообще генератор. Я сразу поняла, что это нечто. Она немыслимо смешная, особенно в этой сцене, когда она поет, хотя сцена лирическая, но она так это трогательно смешно делает. «Опустело небо без тебя, ой, как мне несколько часов прожить». Одна из зрительниц в свое время признавалась, что смотрела фильм восемь раз, в надежде, что концовку наконец переснимут, и героиня Татьяны Дорониной все же решится открыть дверь и выйти к ожидающему ее таксисту. Я знаю, что в конце зрители плакали, хотя не было никаких таких сцен, которые бы просто, знаете, там, выбивали слезы. Нет, от того, что очень многие как-то, ну, проецировали свою жизнь на то, что сыграла Доромина. Она играла темно, потому что огромное количество женщин также в стране были недолюблены, также, наверное, тащили семью, воспитывали детей, но не были счастливы. Вообще-то в этой роли Татьяна Лезнова поначалу собиралась снимать Нону Мордюкову. И, как рассказывают, не сумела подобрать ей подходящего партнера. Но, может быть, режиссера тогда просто спасло ее знаменитое чутье? Потому что представьте себе Нонну Викторовну, громадную актрису, но абсолютно не тонкую. Лутонов-то она не знала, нюансов-то для нее не было. Да она бы дверь ногой вышибла. Какой ключ? Она бы из окна сиганула. Вот что такое была бы Мордюкова. Она не совпала бы. Другое дело, что, приглашая Доронину, Лезнова должна была собрать все свои нервы в кулак. Ведь актриса могла вывести из себя любого режиссера, а уж женщину тем более. Был случай, когда Татьяна Васильевна сниматься вообще наотрез отказалась. По сюжету Нюра, приехав в Москву, покупает и с удовольствием ест мороженое. «Разве вы не знаете, что я не ем мороженое?» заявила актриса режиссеру при всей съемочной группе. И Лезнова, рискуя авторитетом, убрала из фильма эпизод. «Царица может быть одна. Не две, не полторы. Одна». Ну и Доронина показала, кто в доме хозяин. В негласной борьбе актриса утверждала себя и в отношениях с партнером Олегом Ефремовым. Зрители этого не заметили, и актерам даже приписывали реальный роман. Но вы посмотрите, какой у нее глаз, и как он ловит, потому что это, конечно, конкуренция. Он без нее бы там так не выиграл, не раскрылся. Я бы даже сказал, что это бешеная конкуренция. Она видна даже в кадре. Такой день вырвался. А я не брит. Ну, каждый день брит. Это чего же? Ты не ядцем станешь. Он лидер и она. Он тянет в свое свое, она в свое. И это, наверное, какая-то магическая, пророческая вещь. Впрочем, до их открытого противостояния было еще далеко. Через два года после этих съемок Олегу Николаевичу предложат возглавить МХАТ. И в свой первый спектакль «Дульсина и Атабосская» он возьмет именно Доронин. А дальше их пути разойдутся почти на 10 лет. Ефремов будет выстраивать новый либертуар, а актриса уйдет в театр имени Маяковского, где, как когда-то, с удовольствием окунется в роль главной звезды. Она открывала дверь, сначала появлялся вот такой вот штука, потом появлялись ее, значит, красивые, маникюренные пальчики, которые держали эту сигарету. Вторая рука несла переносную пепельницу. Вот эту картинку просто я помню до сих пор. И нам говорили, значит, не вздумайте никогда перед ней пробежать или просто стоять, когда она идет на сцену. Среди молодых автеров в трупе Маяковки о Дорониной будут ходить легенды. Как-то один артист не вовремя замешкается перед дверью ее персональной гримерки и немедленно об этом пожалеет. Она вроде женщина и не очень, как бы, да, высокого роста и крупная такая, не как мужик, сильный, крепкий. А она его вот так легонько отшвырнула, и он кубарем покатился за кулисами. Ну, потому что нельзя. Она уже идет в образе вот этого персонажа, который она сейчас будет на сцене воплощать для зрителя. Она в этом смысле, ну, абсолютная звезда, и она ничего не пропускала мимо. Она могла у женщины убрать, кстати, было такое украшение, которое более эффектное, чем у нее, попросить это сделать, а потом просто оторвать, чтобы ее блеск, ее личный, был ярче. Главный режиссер театра Андрей Гончаров, не отличавшийся деликатностью в обращении с артистами, в присутствии Дорониной старался даже не повышать голос. Успех первого же спектакля с ее участием «Человек из Ла-Манча», где актриса сыграла в компании с Александром Лазаревым и Евгением Леоновым, был грандиозным. «Моя прекрасная дама!» «Я не ваша дама!» «Я никакая не дама!» Сразу понятно было, что никто рядом. Он искал ведь вдоль Синею. Даня пришла сама к нему в руки. Так получилось. Москва сошла с ума и попасть на спектакль было невозможно. В театр она всегда входила с высоко поднятой головой, с безупречной прической, стильно одетой. И даже после спектакля не появлялась на людях без свежего макияжа. И я всегда думала, сколько же у Татьяны терпения. Она приходила после сцены, после спектакля, свою грим-уборную, снимала грим театральный, делала новый макияж и выходила в полной форме. Меня заставить после грима снова что-нибудь сделать, это очень мне ужас есть. Она не могла иначе, то, что ее все дождали толпой. Где она черпала энергию – загадка. Ведь нагрузка была колоссальна. В одном только спектакле «Да здравствует королева Виват», который стал хитом нескольких сезонов, Доронина играла сразу двух королев. Причем она сама подала эту идею Гончарову, и тот сначала решил, что актриса сошла с ума. На этой работе не только быстро стареешь, на этой работе перестаешь быть женщиной. Видите, она переодевалась из образа страшной Елизаветы, в притер страшно, в коротком таком, в каком-то общипанном, с таким вот голосом, такой горб на спине. И вдруг она уходит, и через буквально долю секунды, минуты не проходило, она выходит ярко красным. Красавица Мария. Как она это делала? Абсолютное перевоплощение. Я рассказываю, у меня мурашки. Многие говорят, что ее очень поддерживала любовь. И благодарные публики, и близкого человека, мужчины. С Борисом Химичевым, который стал ее четвертым мужем, они сблизились как раз в Маяковке. И этот брак окажется для актрисы самым долгим. Мы в лифте вместе ехали, на гастролях. И я помню, Боречка что-то ей такое шептала на ушко, он высоченный был. А она такая стояла и млела. Он ходил, что-то покупал, чего-то делал, что-то готовил. Он ждал ее. Вот был очень внимательный и заботлив. Он был действительно опорой. Несмотря на то, что, безусловно, генералом была она. Она такая. Она создана так природой. Химичев сразу примет ее правила игры. И даже после их развода с усмешкой будет иногда представляться бывший муж Татьяны Дорониной. Вот если бы меня спросили, хотел бы ты, чтобы у тебя жена была Доронина, Татьяна Васильевна, я сказал по приговору суда и сразу готов после расстрела. Это не так просто. Но Борька, у него был такой характер. Он был очень добрый человек, очень мягкий. Он знал, что он оруженосец. Он просто оруженосец. Он принял эту роль, он сыграл эту роль. А мне он даже как-то сказал, что я ведь не думаю, что мы просуществуем долго. Он почти каждый год ждал, что они расстанутся. Он жил как на вулкане. Он не знал, что она завтра выбросит, что она выкинет. Вот и все. Он даже не знал, когда она ему достаточную ставку. Тем временем режиссер Гончаров жить на вулкане явно не собирался. К тому же доброжелатели разного рода все чаще стали намекать, что Татьяна Васильевна заигралась в королеву. Видите ли, она тебя почувствовала звездой и царицей театра. А она таковой была. У нее зритель ходил валом просто. Билеты продавались на 3-4 месяца вперед. Первый тревожный звоночек для актрисы прозвенел в 1974 году, незадолго до премьеры спектакля «Банкрот» или «Свои люди сочтемся». Доронину тогда пригласили в Париж на дни советской культуры и попросили задержаться еще. У Гончарова же было железное правило. Премьеры он не переносил никогда. И роль Липочки, которую репетировала Татьяна Васильевна, была отдана юной Наталье Гундаревой, которая после премьеры проснулась звездой. Когда ему надо было ее уколоть, возникла Гундарева. Это все было сделано специально, чтобы завести Доронину, чтобы ее немножко отодвинуть и, в общем, напомнить о том, что пришел возраст. И надо думать о другом, а переходить на роли другие. А Доронина не хотела. Не хотела ни в коем случае терять место молодой героини и первой героини труппы. Их расставание произошло стремительно и шокировало весь театр. Режиссеру доложили, что на репетициях нового спектакля «Агент 00» Татьяна Васильевна появляется только на свой выход. Доронина капризничает, не хочет, видите ли, сидеть на репетиции. Она будет приезжать, видите ли, только к своему выходу. Он кричать. Пусть пишет заявление об уходе. И я помню, как Доронина бумагу мне, она тут же прямо на сцене вот так облокачивается, пишет, значит, заявление. И после этого об этом становится известно директору Михаилу Петровичу Зайцеву. И вот тут началась просто катавасия истерическая, потому что бедный Михаил Петрович начал бегать от гримерной Татьяна Дорониной в кабинет Гончарова от Гончарова в гримерной Татьяны Дорониной на коленях умолял. Татьяна Васильевна, останьтесь, не уходите. Бежал Гончарова, давайте порвем заявление. Ну вот нашла коса на камень. И все. Когда она ушла из театра, у нее было семь названий главных ее ролей, которые она играла одна, без здорового состава. Семь. Понимаете, для театра это была большая катастрофа. То, как сама она переживала свои драмы, никто не видел. Королевы не жалуются и не показывают слез. И только в очень редких случаях чувства могли выплеснуться наружу. Как-то в доме режиссера и основателя театра «Сфера» Екатерины Еландской, которая позвала Доронину на роль Настена в спектакль «Живи и помни», отмечали премьеру. Естественно, мы все выпили. Как подружиться-то еще иначе? Выпили, разговоры, и все, довольно все. И мне Света моя рассказывала мне, что они сидели в ванной и что-то за жизнь говорили. И Татьяна плакала, плакала, плакала и плакала. Вот. Ну, как по-женски. Однажды она признается, что сознательно отказалась иметь детей. И в своей книге «Дневник актрисы» честно расскажет о том, как избавилась в больнице от первой беременности, даже не обсудив этот шаг с тогдашним мужем Олегом Василашвили. Когда все было кончено, женщина-хирург сказала, жалко, двое у тебя были, девочка и мальчик. Я очень боялась. Боялась ухищей. Первое, что они очень помешают мне в моем деле. Второе, я поняла намного позже. И несмотря на мои сожаления, что я не родила тех, которые так или иначе обозначились, а их было достаточно много, я их не родила, и поняв вот этот грех, который я совершила, но я и поняла еще одно. Если бы я их родила, я их замучила бы любовью своей. Я бы сделала их жизнь адом. Годы спустя актриса буквально на разрыв сердца сыграет свое несостоявшееся материнство в фильме «Мачеха». Родушка, ты моя несчастная! Ну что ты ходишь от меня? Это была ее компенсация. Вот все, что в ней накопилось, женское, теплое, нежное, она все выплеснула в этой картине. Чуть меня восстанет. Скажи, я сделаю все это. Скажи ты мне, Господи! В 1982 году актриса еще раз рискнет устроить свою личную жизнь. Ее пятым мужем станет Роберт Тахненко, работавший в нефтепромышленности. Влюбленный мужчина задарит Татьяну Васильевну подарками и будет стараться помогать ей во всем. Но все равно через три года они расстанутся. Мама, которая всегда очень переживала за дочку, незадолго до своего ухода особенно остро почувствует ее одиночество. Кто приходил из соседей, из родственников, она всем говорила, вы не оставьте Таню. Она одна. Вы уж пожалуйста, не оставьте. А мне ничего не говорили. Она вернется в Амхат к Ефрему. Но эта сцена мечты опять не оправдает ее надежд. «Играю одну скамейку», с горечью напишет она в своем дневнике. А в 1987-м случится скандал, который разведет их с Олегом Николаевичем уже навсегда. Ефремов решит сократить раздутую труппу. Доронинов встанет на защиту уволенных актеров. Добьется создания второго МХАТа, который сама и возглавит. Театральная общественность и пресса за редким исключением ее не поддержат. У меня непопулярная точка зрения. Я ее озвучу. Мало кто понимает, что Доронина спасла вторую половину трупа от голода. Вот сейчас, когда прошло время, и когда все уже открыто, есть все-все-все стенограммы, Ефремов честно говорит, вы мне не нужны. Он выбросил половину трупы, Ефремов взял медийных, а остальных выбросил. Даже он технический термин впервые применил к людям, к артистам, что он берет с собой тот и оставит балласт. А она, которая могла костюмершу по щекам нахлестать, у нее духу не хватило бросить этих всех. Они были коренные мхатовцы, ведь те, кого не хотел Ефремов. Куда им идти? Да куда угодно, хоть на помойку. Какого не жалко. А в ней проснулась баба, мачеха в ней проснулась. Это называется совесть. Ради создания, по сути, нового театра, она совсем уйдет из кино. Театр для нее все. На алтарь театра принесла себя в жертву. Но и то, до обидного немногоя, с участием Дорониной, что запечатлела пленка, люди смотрят и сегодня, снова и снова погружаясь в магическое поле ее таланта. Я считаю, что Татьяна Васильевна Доронина главная актриса 20 века в России. Она всю жизнь прожила именно так. Не так, как хотели видеть, а так, как прямая спина и гордое сердце подсказывали. Теперь и многие коллеги готовы простить Татьяне Дорониной ее жесткость и другие так раздражающие черты. Признавая, что алмаз может царапать. Ведь, чтобы стать бриллиантом, он в кровь обдирает и собственную кору. Только этого обычно никто не видит.